Приветствую, друзья мои, с вами на связи Александр. И это у нас уже третье занятие. Это ключевое, на мой взгляд, занятие, потому что мы уже подошли к кульминации данного обучающего видеокурса по игре на гитаре. И на этом занятии мы с вами будем говорить о том, как правильно играть на гитаре, используя прием, который называется барре. Если использовать аккорды открытые, о которых мы говорили с вами на прошлом занятии, то вы сможете достаточно большое количество песен уже исполнять. Однако, если вы в достаточно хорошей манере овладеете исполнением приема барре на гитаре, то ваши возможности в плане игры значительно расширятся. Прием барре позволяет вам менять тональности, модулировать из одной тональности в другую и транспонировать песни. Не пугайтесь этих терминов. Это говорит лишь о том, что вы сможете исполнять песни как под высокий голос, так же и под низкий голос. Так же существует еще средний диапазон голоса. Более того, есть женские голоса и мужские голоса. И одна и та же тональность не для всех подходит. Для кого-то аккорд для минор в той или иной песне может показаться слишком низким, а кто-то не сможет до него дотянуться. Он будет слишком высоким. Поэтому владение приемом барре, когда вы можете в любой тональности играть, используя свой навык, очень сильно расширяет ваши возможности. И в буквальном смысле вы сможете исполнять практически все песни, которые только существуют на данный момент на планете, которые вы сможете найти в интернете или сочинить самостоятельно. Хорошо, мы начнем с вами двигаться потихоньку, потому что этот прием требует определенных усилий и времени для того, чтобы руки смело могли исполнять прием барре на любой позиции на гитаре. Начнем мы с вами с верхних позиций. Как правило, многие начинают изучать прием барре, когда указательным пальцем закрывается одновременно несколько струн, две и более, на том или ином ладу гитары. Но на первом, втором, третьем и так далее, вот здесь вот ладах, значительно сложнее брать прием барре, чем на более высоких позициях. Это связано с тем, что здесь, во-первых, струны легче зажимать, и, во-вторых, расстояние между ладами более узкое, чем здесь. И рука себя чувствует здесь более комфортно, чем нежели вы растягиваете от локтя, и плюс еще здесь пытаетесь взять аккорд, напрягая большое количество мышц. И для того, чтобы нам слишком тяжело не было, мы с вами пойдем от самого простого, элементарного приема барре, когда мы будем зажимать всего лишь две струны на гитаре. Это малый прием барре. И я рекомендую тренироваться следующим образом. Указательным пальцем на седьмом ладу, давайте от седьмого лада с вами будем двигаться вниз, мы зажмем всего две струны подушечкой указательного пальца. Старайтесь зажать их таким образом, чтобы палец не был скрючен, без наклона, ровненько, аккуратно зажимаем указательным пальцем. Большой палец находится напротив указательного пальца левой руки. Не нужно большой палец вот таким вот образом держать или загибать так, чтобы он охватывал всю шейку грифа гитары. Аккуратненько напротив кладем, чтобы пальцы были практически параллельны друг другу. И следующий момент, большой палец мы кладем правой руки на шестую струну, а указательным и средним поочередно играем по второй и по первой струне. Поиграйте, старайтесь, чтобы каждый звук у вас был максимально чистым. Не нужно, если вы чувствуете, что такие у вас призвуки существуют, не нужно продолжать дальше. Найдите такую позицию, чтобы у вас все звучало чисто. Поиграли на первом ладу, если вы только что начинаете заниматься на гитаре и, скорее всего, вы уже чувствуете определенное напряжение в руке, в пальцах. Немножко расслабьте руку, снова сыграйте на седьмом ладу один-два раза и передвиньте всю кисть по направлению к шестому ладу. Поиграйте на шестом ладу, следите за тем, чтобы каждый звук был идеально чистым, потом передвигайте указательный палец на пятую позицию, несколько раз поиграйте по струнам, на четвертую, на третью позицию, на второй лад и на первый лад. Потом можно в обратном порядке подняться обратно до шестого или седьмого лада, как мы с седьмого лада с вами и начинали. Еще раз отмечаю, следите за тем, чтобы каждая струна звучала кристально чисто, потому что сейчас вы закладываете фундамент игры приемом барре на гитаре. Немножечко можете передохнуть. Потом, что мы с вами делаем? После того, как вы позанимались и отрепетировали прием на две струны. Указательный палец мы поднимаем до трех струн. И большой палец оставляем на шестой струне, а здесь мы двигаемся следующим образом. Указательный уже перемещаем на третью струну, средний палец на вторую струну и безымянный, соответственно, на первую струну. И играем поочередно, защипывая все три струны приемом тиранда. То есть не нужно играть опаянды. Без запора играем. Не останавливаем пальцы на соседних струнах, а как будто бы внутрь ладошки пальцы щипаем. Тоже следите за тем, чтобы звуки были идеально чистыми. Что я не рекомендую ни в коем случае делать. Не нужно вторым пальцем помогать первому пальцу прижимать струны. Таким образом у вас вырабатывается привычка, и потом сложно будет освободить средний палец от указательного пальца, во-первых. А во-вторых, вы блокируете себе свободу перемещения по остальным ладам и струнам. И в-третьих, вы на, получается, 50% урезаете возможности игры на гитаре. То есть если с четырьмя пальцами мы условно скажем, да, что это 100%, потому что каждый палец по 25% нагрузки несет, барре мы взяли, уже остается 75%, всего три пальца. А если вы еще зажали вторым пальцем первый палец, то у вас всего осталось два пальца, 50%. Вы очень сильно урезаете свои возможности в игре на гитаре. А периодически требуется то, чтобы были зажаты все пальцы, вот барре у нас, и вот они три пальца участвуют. Я думаю, что вы идею поняли. Старайтесь, чтобы указательный палец у вас независимо зажимал струны. Еще один важный момент. Ни в коем случае не прячьте пальцы под грив гитары, чтобы вам не приходилось в нужный момент, когда следует защипнуть дополнительную ноту, эти пальцы извлекать откуда-то из-под плинтуса и зажимать нужные лады. Еще один важный аспект. Когда играете на гитаре приемом барре на три струны, старайтесь, чтобы у вас струна не попадала вот в эту лунку, в этот изгиб. Иначе вам будет сложно извлечь чистый звук. Найдите такое положение. У всех оно будет отличаться, потому что мы все по строению разные. У нас у всех разные длины пальца и толщины. Поэтому старайтесь взять таким образом, чтобы палец лежал ровненько и струны звучали идеально чисто. И упражнение по аналогии с предыдущим мы выполняем тоже следующим образом. Играем на одном ладу, потом перемещаем палец на предыдущий лад и вот так вот спускаем до первой позиции. Еще один момент, на который я хочу тоже обратить внимание. Вот до первой спустили, потом поднимаемся наверх. Третий, четвертый лад, пятый лад. Можно играть и начиная с третьей струны, а можно начинать с первой струны. А можно и так, и так поиграть, чтобы вы лишний раз убедились для себя же самих, что каждая струна звучит идеально чисто. Вдруг у вас возникает ситуация, что вы никоим образом не можете зажать чисто все три струны. Что нужно делать в этом случае? Немножечко указательный палец рекомендую откатить, вот как скалку, когда тесто раскатывают, катают, откатить в сторону первого ладового порожка. Вот сюда, вот таким вот образом. То есть зажать струны не этой частью пальца, а немножечко боковой частью, то есть не самой вот этой частью боковой, а вот между подушечкой, получается, и боком. Вот где-то здесь вот, как есть северо-восток, есть северо-северо-восток, да, или юго-запад, юго-юго-запад. Вот как-то между вот этими краями можно палец чуть-чуть повернуть и таким образом постараться зажать струны. И еще один момент, если даже в этом случае не помогает, попробуйте палец немножечко покрутить по диагонали, или в эту сторону, или в эту сторону. Как правило, или первый вариант облегчает вам исполнение игры на гитаре, когда вы немножечко палец откатываете в сторону, или когда вы немножечко по диагонали нажимаете, то есть у вас удобнее получается ложиться кисть, и больше есть возможности применить мышечных усилий для того, чтобы зажать все струны на гитаре. Но здесь попутно я хочу отметить еще следующий момент. Мы говорим о том, что нужно зажать струны на гитаре. Это не значит, что нужно применить максимум усилий и вжать струны таким образом, чтобы там остались ямочки на накладке грифа. Кладите аккуратно. Если у вас гитара с нейлоновыми струнами, вам требуется минимум усилий. Даже если, вот посмотрите, вы так не делаете, как бы не репетируйте, но можете проэкспериментировать. Если мы большой палец уберем из-под грифа, то все равно можно извлечь прием баре. И как вы видите, я думаю, что это по видео тоже заметно, слишком больших усилий я не прилагаю. Всего лишь вот приложил палец, и у нас уже все ноты звучат чистенько. Это я говорю к тому, что не нужно сильно вжимать струны в гриф гитары. Если вы даже посмотрите на учеников в музыкальных школах, которые еще чуть ли не с пятилетнего приходят к репетиторам, чтобы обучаться игре на гитаре, то у них, разумеется, силенок намного меньше, чем у вас. Однако они приноровились и чистенько извлекают прием баре на гитаре, на которой играют. Это говорит о том, что не нужно прилагать слишком больших усилий. Аккуратненько, столько усилий, чтобы просто можно было извлечь звуки, чтобы нотички звучали чисто. Хорошо, когда вы позанимались на трех струнах, я говорю сейчас об общих принципах, следует переходить на четыре струны. И когда вы играете и репетируете прием на четырех струнах, пока играем только зажимая указательный палец, мы указательный средний и безымянный пальцы правой руки оставляем на той же позиции, что и играли на три струны баре, а большой палец мы еще добавляем на четвертую струну, потому что у нас указательный палец левой руки поднялся на четвертую струну. И играем мы в следующей последовательности. Большой, указательный, средний, безымянный. Говорим о правой руке. Все щипки у нас происходят приемом тиранда, то есть мы не останавливаем пальцы на соседних струнах. Защипываем немножечко в сторону, чтобы каждая струна звучала. Поиграли на седьмом ладу, передвигаемся на шестой, на пятый, на четвертый, на третий, на второй, на первый, ну и так далее, поднимаемся потом потихонечку наверх. Опять-таки отмечаю еще такой нюанс. Все эти варианты баре играйте, начиная с седьмого, с восьмого, с девятого лада, может быть, но ни в коем случае не с первого лада, потому что здесь намного сложнее брать, как не прям сильно сложнее, но посложнее для начинающих, чем на более верхних позициях. Это уже замечено, и это факт. Поэтому играйте, начиная с седьмого лада, и двигайтесь потихонечку сюда. Что еще мне хочется отметить? Ни в коем случае не напрягайте сильно руку. Если вы чувствуете хотя бы минимальное утомление, мышцы напряжены, сразу же прекращайте занятия, расслабьтесь, пальцами вот так вот можно поделать, потом в районе запястья кистью повращать, с локтем поработать и даже с плечом. Немножечко встряхнуть руку, отдохнуть, и потом продолжить занятие. Не допускайте переутомления, тем более мышечные боли. Когда руке неуютно, это сигнал для того, чтобы сделать небольшой перерыв и продолжить ваши репетиции. Сейчас мы говорили о приеме, который условно называется малым баре, иногда называют полубары. Теперь давайте будем говорить о более полных вариантах баре. И здесь мы уже будем подключать остальные пальцы. Почему это важно? Потому что мы сейчас поговорим об основных конструкциях и разновидностях приема баре. Опять-таки мы начнем с вами занятие сейчас репетиции с 7 лада. И важный нюанс, очень важная деталь. Мы сейчас с вами проходим это достаточно быстро. На самом деле на проработку каждого варианта приема баре берите хотя бы час-два. А еще лучше, если вы каждый день будете прорабатывать один прием всего. В первый день, условно говоря, в понедельник, вы переиграли на двух струнах, во вторник перешли на три струны, в четверг на четыре струны, в пятницу уже подключаем пять струн, ну и, соответственно, в субботу шесть струн. Теперь относительно пяти струн. Смотрите, чтобы нам проще было понимать. Есть у нас такой аккорд, как ля минор. Мы в прошлом занятии о нем говорили. Давайте мы вот что с вами сделаем. Мы вместо первого пальца поставим второй палец, вместо второго пальца третий, и вместо третьего четвертый. У нас остается тот же самый аккорд ля минор. Единственное, что мы все пальцы сдвинули в одну сторону. Вот так вот. Вместо такого варианта мы взяли такой вариант. И смотрите, у нас указательный палец свободен, а здесь присутствует верхний ладовый порожек. Вот в данном случае он выступает сейчас в качестве указательного пальца, которым мы зажимаем баре. Теперь всю эту конструкцию аккуратненько передвигаем таким образом, чтобы указательный палец оказался на уровне седьмого лада. Зажимаем на пяти струнах, и здесь аккуратненько выставляем аккорд как бы ля минор. Он формы ля минор. Разумеется, здесь это будет аккорд ми минор, е, м. Но из-за того, что он сильно похож на аккорд ля минор по своей конструкции, мы будем говорить, что этот аккорд формы ля минор. И с пятой струны рекомендую по одной струне вот так вот провести большим пальцем. Для чего это нужно? Для того, чтобы вы убедились, что каждая струна у вас звучит идеально чисто, что нет вот таких вот каких-то призвуков или дребезжаний. Чистенько. Потом переместились аккуратно на шестую позицию. Поиграли по шестой позиции. Несколько раз подряд можно поиграть как в одну сторону от более толстых струн к тонким, так же и в другую сторону от тонких к толстым струнам, за исключением шестой струны. То есть это бары у нас на пять струн. Потом перемещаемся на пятую позицию, на четвертую, на третью, на вторую, на первую и поднимаемся. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая. Я играю быстро для того, чтобы сэкономить время и успеть максимум полезной информации вам дать. А вы будете заниматься очень медленно и следить за тем, чтобы в любой позиции у вас аккорд барре звучал идеально чисто. Хорошо, порепетировали мы вот таким образом. Что мы после этого делаем? Условно говоря, в пятницу поиграли, в субботу, на следующий день мы эту же самую конструкцию на седьмом ладу передвигаем на один этаж выше. То есть указательным пальцем зажимаем все шесть струн и вот эти три пальца мы перемещаем на один этаж повыше. Этот аккорд у нас будет аккорд формы ми-мажор. Вот у нас аккорд Е, мы в прошлом занятии его упоминали. То же самое проделываем, что и с предыдущим. Вместо указательного ставим среднее, вместо среднего безымянное, вместо безымянного мизинницы. Вот тот же самый аккорд, только получился вот таким образом. Указательный палец, как вы видите, у нас освободился и он может сейчас выполнять функцию зажима всех струн приема барре. И мы перемещаем нашу позицию на седьмой лад, нашу конструкцию. Так же, как и в предыдущем варианте, мы аккуратненько проходимся по всем струнам. Перемещаем на шестую позицию. Можно с толстой к тонкой и потом с тонкой к толстой струне подойти, чтобы убедиться лишний раз в том, что каждая струна у нас звучит идеально чисто. Если вдруг вы, репетируя, услышали, что какой-то звук на какой-то струне, какая-то нота звучит у вас или приглушенно, или с призвуками, или для бежания, обязательно исправляйте. Обязательно исправляйте. Если вы поиграли на одном ладу и так у вас не получилось, отдохните. Пусть руки немножечко наберутся силы, энергии. И снова беритесь за старое. Репетируйте тот аккорд, на котором вы остановились. Только после этого перемещайтесь на другую позицию и репетируйте уже на оставшихся ладах. Хорошо, это две основные конструкции, которые можно использовать во время исполнения на гитаре приема баррет. Разумеется, всех этих конструкций значительно больше, чем я сейчас вам показал. Это самые простые элементарные конструкции, благодаря которым вы закладываете фундамент игры на гитаре приемом барре. На самом деле приемов с применением указательного пальца, когда он зажимает 3, 4, 5, 6 струн, на гитаре огромное количество различных септ-аккордов, кварц-текст-аккордов, терц-кварт-аккордов, различных переходов, где нужно исполнять различные пассажи. Их намного больше. И в рамки этого курса, разумеется, все это не входит, потому что над этим нужно серьезно работать. И рекомендую заниматься с репетитором для того, чтобы в нужный момент он увидел, правильно ли у вас стоят пальцы, и внес соответствующие коррективы, которые помогут вам в дальнейшем намного быстрее, техничнее, красивее исполнять различные произведения. Ну и в заключение я еще хочу показать вам одно, может быть, два упражнения, которые помогут вам увереннее играть на гитаре приемом барре. Рекомендую вот к этим упражнениям, о которых я сейчас вам буду говорить, переходить уже после того, как вы более-менее уверенно играете на гитаре барре на 5 и на 6 струн. То есть у вас достаточно качественный звук, и вы уверены в том, что у вас никакая струна не издает трепезга или не присутствует на ней приглушение. То есть чистенько исполняете аккуратно все аккорды. В чем заключается данное упражнение? Будем начинать его с вами с первого лада и возьмем в качестве примера на 5 струн. Это же упражнение вы сможете продублировать потом на 6 струн. Взяли на 5 струн аккорд, потом вот на первой позиции провели аккуратненько по струнам, передвинули на второй лад. Опять провели с пятой струны аккуратненько, передвинули снова на первый лад, потом уже на третий лад. Видите, мы увеличили позицию, возвращаемся с первого лада, уже прыгаем на четвертую позицию. Возвращаемся с первого лада, теперь прыгаем на пятую позицию. Опять первый лад, шестая позиция, первый лад, седьмая позиция, первый лад, восьмая позиция. Ну и так далее. После того, как вы позанимались снизу вверх, вы можете двигаться сверху вниз. Начнем с седьмой позиции. Седьмой лат сыграли, первый лат. Шестой лат у нас отправная точка на первый лат. Пятый лат, первый лат. Четвертый, первый, третий, первый, второй, первый. И вот мы вернулись на исходную позицию. Этот вариант упражнения поможет вам быстренько ориентироваться вне зависимости от того, на какую позицию вам необходимо переместить аккорд барре. И, разумеется, следующий вариант, когда вы можете то же самое упражнение играть на шесть струн. Первый, четвертый, первый, пятый, первый, шестой, первый, седьмой. Давайте на седьмом остановимся и обратно. Семь, один, шесть, один, пять, один, четыре, один, три, один, два, один. Хорошо, позанимались этим упражнением. И давайте еще одно вам упражнение покажу, тоже очень полезное, которое поможет вам быстренько ориентироваться на позициях с приемом барре. Мы играем следующим образом. Условно это упражнение назовем два шага вперед, один назад. Каким образом играется? Вот смотрите, опять-таки начнем с пятой позиции и возьмем наш аккорд формы АМ. Вот как Аля минор, форма АМ. Играем первый лад и сразу же третий. То есть мы как бы два шага вперед делаем, как на шахматах пешка может через два шага вперед сразу же пойти, через две клетки. Вот то же самое мы играем здесь. Потом возвращаемся один раз назад, один шаг назад и два вперед, то есть со второго прыгаем на четвертый. Потом один назад, третий лад и сразу два вперед на пятый. Теперь четвертый, шестой, пятый, седьмой. Еще раз показываю. Один, три, два, четыре, три, пять, четыре, шесть, пять, семь. И потом, после того, как вы занимались на пяти струнах, переходите, то же самое играете на шести струнах. Первый, третий лад, второй, четвертый, третий, пятый, четвертый, шестой, пятый, седьмой. Все эти упорождения, что с такими достаточно большими прыжками, что с более-менее близкими прыжками, помогут вам более уверенно исполнять прием баре на гитаре. На этом я хочу данный видео урок закончить, пожелать вам всего самого наилучшего. И мы увидимся с вами уже на следующем занятии, где продолжим продвигаться в плане совершенствования нашего мастерства и разберем красивую мелодию, которая поможет развить вам уже не только технические навыки, но и чувство ритма. Всего доброго, пока.